Какая великая привилегия Какая великая милость оказана Богом нам, когда Бог простил нам наши грехи и беззакония. Сегодня мы в Божьем доме, мы сегодня прикоснемся к святыне Божьей, возьмем чашу и хлеб. Обращаюсь ко всем нашим братьям и сестрам, кто сегодня находится еще в своих условиях и сердцем своим вместе с нами. Я также обращаю это слово к вам, и я верю, что Дух Святой, Он говорит внутри меня, чтобы это слово сейчас было процитировано здесь. Потому что есть кто-то, кто словно под гнетом обвинителей, может быть и достойно, совершая какие-то вещи, грехи и беззакония, и враг дьявол, и многие люди, и мысли, они давят тебя и говорят, что ты абсолютно недостоин приходить пред лицо Божье. Но Иисус Христос, Сын Живого Бога, наклонившись низко на земле, что-то писал. Писание не говорит, что именно, но Писание говорит, как поступил Иисус. Когда Он был на горе Илеонской, когда Он был в присутствии Отца и был в молитве, тогда Он спустился и пошел в храм учить. Когда мы с тобой в присутствии Великого Отца, когда мы в присутствии Иисуса, когда мы в присутствии Духа Святого, наше сердце не наполняется ожесточением, наше сердце не наполняется обвинением. Многие люди после того, как встретятся с Богом, чувствуют себя настолько святыми, что все остальные, кто рядом с ними, они просто вот так вот к ним относятся, с превозношением. Я-то в святой, я-то крещеный, я-то в церкви, я-то вечерю принимаю. Ты кто? Но если ты по-настоящему встретился с Богом, твое сердце не будет превозноситься над людьми. Ну аминь или нет? Если ты встретился с Богом на Леонской горе, и ты пойдешь в храм, ты будешь учить, но учение твое будет наполнено милосердием. Я не говорю за все покрывательства грехов и чтобы люди делали, что они хотели. Нет, посмотрите на контекст. Иисус сказал, где все твои обвинители? После слов, которые Он направил к ним и сказал, кто из вас без греха, тогда бросайте камень. Написано, обличаем мы совестью. Они ушли от мала до велика. И на самом деле многие из нас, которые стоят сейчас на этом месте, тоже стоят недостойны. Тоже хвалить недостойны. Тоже недостойны прощения от своих родителей. Недостойны прощения от своих жен или мужей. От каких-то других братьев и сестер, которым мы сделали какую-то осознанную боль. Но Бог продолжает работать с тобой и со мной. Он что-то пишет в твоей судьбе. И это дает нам право подняться. Это дает нам право сбросить в себя иго обвинения и сказать, я все равно изменюсь через благодать Иисуса Христа. Я все равно поднимусь. Я все равно буду другим. Я все равно вернусь в Божий дом. И я обращаюсь ко всем тем, которые, может быть, не из-за пандемии находятся дома, но они не могут прийти в церковь, потому что что-то вас давит, вас осуждает. И говорит, да тебя там осудят, да тебя там никто не ждет. Да потому что ты сделал что-то, что выходит за рамки христианского учения. Я обращаюсь к тебе Словом Божьим. Бог продолжает что-то писать о твоей жизни. Ты нужен Господу. Возвращайся в Божий дом. И если Бог работает с тобой, у Него нет тупиков. Бог выведет любого человека из любых тупиков, но только иди в Его присутствие. В Его присутствии есть прощение для каждого человека. Скажи аминь. Только от нас нужно. Иди и впредь что? Не греши. Иди и впредь не греши. В противостой греху. В этой молитве сейчас мы помолимся Господу за всех отступивших, охладевших, за всех тех, кто сегодня находится под гнетом фарисейского давления, который держит в руках своих камней на побиение и говорит, у тебя уже ничего не получится. У тебя уже ничего не получится. Ты уже никак не сможешь встать. Ты уже никак не сможешь быть благословен Господом. Я хочу на этом месте утвердить совершенно обратное. У тебя все получится. Потому что рука Господа, рука милосердного Отца, она простерта над тобой. Какие бы блуды, какие бы алкоголи, какие бы грехи не атаковали тебя, и как бы они не бросали тебя на лопатки, в крови Христа больше силы, чем во грехе. И он поднимет и благословит, и так крепко прижмет к своей груди. Ни один дьявол не сможет оторвать. Аминь. Отец Небесный, поднимем свои руки. Во имя Иисуса. Я провозглашаю на этом месте Слово Божье. Я провозглашаю на этом месте милосердие Великого Отца. Я провозглашаю Его исцеляющую силу, которая поднимает каждого человека. Поднимает, а не хоронит. Исцеляет, а не приносит проклятия. Открывает глаза, а не делает слепыми. Исцеляет хромых во имя Иисуса, увечных, прокаженных в сердце нашего Великого Отца. Настолько большое, что примет любого человека, какими бы грехами он не был связан. Дорогие друзья, разрешите поблагодарить вас, что вы зашли на наш канал и просмотрели наше служение. Спасибо вам. Мы просим, не останавливайтесь на это. Подпишитесь на наш канал, поставьте колокольчик, чтобы вовремя получать от нас новости о наших служениях. Я очень прошу вас, сделайте рассылку по вашим друзьям. Уверен, это простое слово будет благословлять их. Присоединяйтесь к нашей интернет-семье. И если у вас есть возможность, поддержите нас молитвенно, поддержите нас финансово. А если вы в чем имеете нужду, дайте нам об этом знать. Мы с удовольствием поддержим вас. Будьте благословены. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...